Алексей, вы сыграли сегодня вторую игру за БК Московский. Скажите, ваши ощущения, если я не ошибаюсь, вас до сих пор беспокоит травма ноги? Как глубоко вы начали копать сразу, ночью. Беспокою, да, поэтому я боюсь, видите, не прыгаю, еле бегаю. Слава богу, что хоть какой-то пользы команде приношу. Но вы планируете выйти на ваш прежний уровень, или как-то все-таки вы планируете остаться, вот травма, может быть, как-то залечить ее, а потом играть. И все-таки центровой такого уровня в команде Москвы мог бы принести гораздо больше пользы, чем сейчас. Или вы хотите остаться на этом же уровне? Провокация. Я думаю, что со временем бассейны, физиотерапия, все остальное делают свое доброе дело. Плюс девушки добрые, потому что помогут. Чем вызвано решение играть за БК Московский? Почему вы не остались играть за команду, в которой вы дважды выиграли Москву, за БК МГУ, или, может быть, другую команду, которая тоже ставит перед собой не самые низкие цели? Просто перед тем, как вы ехали на Украину, мы с Эмином, с удовлетворением команды общались. Поэтому по поводу возможного продолжения карьеры моей, в случае неудачного, в случае решения карьеры профессиональной, продолжить карьеру в его команде. Так получилось. Хотя меня, в принципе, звали, еще раз, я не буду называть, чтобы не было в ГАМО. Приехал, согласился, сказал, здравствуйте, и решил играть. Пока не тренируюсь, просто играю. Но, надеюсь, последствия будут. Как вы считаете, по сравнению с прошлыми годами, ну, например, с прошлым годом, уровень команды, уровень игры поднялся? К сожалению, сайт МБЛ не дает полную, скажем так, картины, события, для меня лично. Потому что я хотел бы видеть больше, допустим, интересных видео-роликов, видеосюжетов о матче других наших соперников. Те команды, которые мы наиграли, уже я сыграл для игры, к сожалению, не может дать всей картины событий, всех происходящих в этой лиге. Если я не ошибаюсь, сейчас вы проходите то ли практику, то ли стажировку в некоторых спортивных СМИ. Ну, давайте поговорим с точки зрения, вы сказали про сайт МБЛ, это, насколько я понимаю, и камень в мой огород, или в наш огород. Чего не хватает, каких именно обзоров, каких роликов, что не хватает, на ваш взгляд, сайту, чтобы игроки, которые приехали, ну, вот, не сразу вошли в ритм игры, чего не хватает, чтобы они увидели полную, как вы говорите, картину происходящего в лиге? Ну, то есть, допустим, побольше сюжетов о матчах сильных командах, как-то так. То есть, ну, нельзя, там, Марка, наверное, да, сильная сейчас? Потом Газпром, я знаю, там плохая команда. Ну, в общем, то есть, как бы, обзоры именно матч лидеров, потому что, конечно же, хотелось бы всем командам, даже в самом замыкающем турнире таблицы, хотелось бы, чтобы про них больше говорили, их показывали. Но, в целом, для придания нужной окраски, да, и придания, как бы, статус какого-то этому турниру, необходимо, как бы, все-таки, сочетать матчи гранды, я так думаю. Ну, или хотя бы. Вот, Алексей, вот вы говорите гранды, а когда говорят это слово, я всегда цепляюсь. Напомню, что, например, команда Газпром, которую вы отнесли к грандам, в последней игре прошлого года они проиграли вторым составом в команде Черный Снег с разницей в 31 очко. Дальше, Мигаик вчера проиграл двумя составами Профиту. Напомню, что БК МГУ последние несколько матчей проиграл. И другие, Марка тоже проиграла Миссису. Вот, как вот вы делите команды на какие-то гранды, на какие-то негранды? Почему уделять внимание одним, а других обходить стороной? Я сейчас говорю субъективно, то есть, в своей точке, когда я, допустим, не являюсь игроком с самого начала чемпионата, чтобы понять уровень, вы увидите уровень команды, против которых играть буду я. Ведь вы понимаете, что эти вот случайные осечки, например, они как бы происходят в регулярном чемпионате. То есть, где-то игроки не пришли, допустим, там, Светов не собрался, да, полностью, да, там, как бы оптимальные у лидеров. Где-то там, то есть, настроения не хватило, вот, а у другой команды все полетело. Мы же знаем, это спорт, вот, поэтому, как бы, в принципе, чтобы дать общую картину, либо просто, допустим, делать нарезку нескольких матчей подряд в один за счет, чтобы, если сложно, допустим, делать обзор каждого матча, да, ну, в силу, там, причин, потому что, как бы, в одно время проходят игры в разных залах и так далее. Ну, сделать, например, там, какое-то обозрение, например, сделать, ежемесячное обозрение, допустим, лучшие моменты делать, допустим, ну, как, допустим, есть журнал «Суперлигер» там на Украине. У нас я пока еще не видел, но, может, тоже побоялся, что они сделают такого рода. То есть, тогда будет это более смотрибельно и отчитабельно. Алексей, какие команды вы относите к своим самым главным соперникам, не деля их на грандов или не грандов? Вот, я говорю, что, как я не знаю, полная картина сейчас, поэтому я не могу сказать. Лишь могу догадываться и искать заявлений и, скажем так, со слов своих коллег, своих партнеров по команде, там, со слов руководителей, да нет. То есть, это на марках, тем более, там, я слышал, появился большой игрок в «Газпроме». По-моему, не гораздо. Ну, в «Газпромах» всегда, там, опытный состав, коллектив какой-то. МГУ, я думаю, тоже, что еще свое слово не сказал. МГУ, я думаю, опытный наставник, вот, имеет зуб, я думаю, что сейчас теперь уже на всю лигу, в связи с последним событием. А о каком событии вы говорите? Ну, там, заявки, значит, игрока по второй команде в БК «Московский», насколько я слышал, было разбирательство. И еще ряд каких-то нюансов, которые я просто подростки не давал, в принципе, но слышал, что было неочередное собрание. И там были какие-то, то есть, какие-то, терки, скажем так, слов, в кавычках. Как вы относитесь к Александру Викторовичу Егорову как тренеру и к Эмину Антониану как руководителю и к команде в целой? Потому что, насколько я понимаю, коллектив для вас очень новый, тяжело вот так вот сразу входить. Ваши какие-то размышления по поводу самой команды? Ну, если я здесь, значит, мне все устраивает, нравится. Я к тренеру, я отношусь очень уважительно, потому что человек все-таки, ну, на уровне, скажем так, московского и областного баскетбола очень заслуженный. Может быть, даже на уровне союзного, что говоря, не в курсе его биографии, но я видел, как он играет, даже своих на 50 лет, да, там, не полных или полных, что-то тоже не уверен. Вот. Могу сказать, что, как бы, человек с головой, с опытом, вот, интеллигентный очень, то есть, очень уважительно относится к игрокам. Это очень рад, правда. Вот. По поводу Эмина, что можно сказать, человек с двумя, то есть, с тремя высшими образованиями, не может не вызывать уважения и какой-то поддельный интерес. Всегда очень тактичный, пунктуальный. Вот. Это приятно. А партнеры? Половина людей, в принципе, я знаю в команде, по своим выступлениям в прошлом. Не вовремя, включили, ничего страшного, я могу повторить. Так что, мне нравится атмосфера, как бы, надеюсь, что просто вот этим коллективом мы сможем выиграть чемпионат. В принципе, собственно говоря, это тоже было одно из решений, почему. Одна из причин, почему я принято решение выступать за АБК Московский. То есть, если уж играть, то играть за сильную команду, которая, как бы, реально может поставить предложительные какие-то условия. То есть, тренировок и игр, да? Вот. И в то же время можно более, там, бороться за самые высокие места. Это важно. И они объединены общей целью, да? То есть, хотят выиграть. В прошлом году они на кубке, скажем так, летний, кубок «Паривью» называется, да? Там мы выиграли у них в составе, как команда «Роснефть» в финале. Вот. Они решили, зачем бороться с ветериной мельницей, если можно ветериной мельницей к себе переманить. Вот так получилось. Так что, я думаю, что поборьемся. У тебя длинный сезон, длинный, конечно. Надеюсь, что без травмы пойдутся, потому что это самое важное. Все остальное, там, форма, студии, это все как вторичное, потому что. Это все, там, удела приходящие, уходящие, как бы, а вот именно травмы. Здоровье – это важно, это очень главное. Прямо здесь. Надо, чтобы все были здоровы и счастливы. Алексей, ну, желаем вам побыстрее вернуться в строй на свой прежний уровень, а, может быть, даже где-то этот свой уровень немножко перейти, чтобы оставить еще место для роста. И желаем удачи вам и вашей команде. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. Александр. Спасибо. Спасибо. Спасибо.